Юрий Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сразу первый вопрос. Расскажите о себе. Где учились? Как начинали свою спортивную карьеру? Ну, я начинал свою спортивную карьеру здесь, в Клинской спортивной школе. Я начал заниматься с 1975 года. И потом продолжил... Ну, сразу как-то получилось так, что я начал метать молот у Владимира Федоровича Березуцкого. Вот у него наш такой известный тренер по метаниям был. И я к нему пришел. И с самого начала, в общем-то, мне это дело понравилось. И я, в общем-то, продолжал заниматься метанием молота до 1990 года, пока я еще и учился. После школы я учился еще в училище в авиационном Егорьевске. Потом поступил уже в Московский авиационный институт. И там продолжал заниматься. Выступал там за московский буревестник. Ну, это студенческое общество тогда. Команды частенько там ездили, там соревнования. Даже последний раз я успел на последнюю университету даже попасть. Тогда всесоюзная была в Клинии в 88-м году. Ну, вот так, да. И... А после длительного перерыва, да, потом пошел после окончания института, я закончил со своими активными занятиями спорта. Это было в 90-м году. Ну, и пошел работать там по разным этим здесь работам. Ну, не связанной со спортом работа была. А как вы вернулись в спорт? А вернулся, ну, вот как-то... Настал такой момент, в общем-то, что мне нужно было. Ну, надо было выбирать как-то изменения у меня в жизни, приятности, серьезные. Ну, и я поменял свою какую-то работу. Пришел в спортивную школу, меня тут позвали. Обо мне еще помнили. И я, в общем-то, пришел тут... Уже на тренингсер? Да, да, да. Заниматься конкретно метанием могут. Там уж какой-то там был некоторый провис в этом деле. Ну, и я пришел, в общем-то, выразил готовность так попробовать вот с этим делом. И, в общем-то, вот сейчас уже восьмой год работаю тренером. Тренирую, в общем, пятишек. А то есть вы сами здесь начинали? Да, 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 я сам начинал здесь. И вернулись сюда же? Потом, да, в какой-то момент я вот пока учился, утренировался в Москве другого тренера. Тоже Владимир Федорович Морозов. Я там у него, наверное, сколько, 6 лет я у него занимался. А потом сюда вернулся. После, там, первый большой был, с 90-го года, наверное. По 2000, 20 лет, больше, 20 лет первый получился. И я не занимался ни спортом, ничем, 21 год, ничем. Вот сюда только, будучи, когда я вернулся сюда, я начал задумываться, что надо самому что-то двигаться. И так получилось, что я пришел опять к метанию молота. То есть вы пришли и сразу, и на тренера, и как действующий спортсмен? Ну, не действующий, а так, потихоньку, первые полгода шевелился, потому что тяжело было начинать. Очень тяжело. Нужно было форму, да? Да, да, да. Надо как-то... Средизболь все это было, конечно, все болело, все это шевелился. Ну, и потом как-то перетерпел, и уже там первый год я съездил на чемпионат России, там по ветеранам выиграл соревнования. А уже на следующий год, в 13-м году, я поехал первый раз на всемирные ветеранские игры. Ну, и потом как-то вот это все пошло. То есть вы не первый раз уже на международной арене выступаете? Нет, на международной я уже четвертый раз, на четвертых соревнованиях принимаю участие. Был на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Вот сейчас съездил на азиатские игры. А вот расскажите, вы сказали, что в 75-м году вы начали заниматься. А почему вы выбрали метание молота именно, вот в таком детском возрасте? Ну, так, не знаю, нас товарищ один привел, постарше нас был, в одном доме мы жили. Ну, он как-то привел, он сам этим занимался, и нас привел с братом. И мы вот как-то вот, не знаю. По совету, грубо говоря. По совету, да, привели, и понравилось, и продолжали заниматься. Я уже после 75-го года еще 15 лет занимался этим. Мне нравилось. И сейчас получается тоже 8 лет. И то есть, по прошествию стольких лет, вы ни разу не разуверились в этом виде спорта? Да нет, а зачем? Ну, что вы? А вот это же замечательно. Это же постоянство. Расскажите, какая обстановка была на турнире? Вот азиатские игры, волновались, не волновались, знали ли соперника своего заранее, соперников? Нет, ну, там обычно на ветеранском соревнованиях такая доброжелательная очень обстановка. Там нет такого, как в большом спорте, в общем-то. Все друг за друга болеют, ну, как-то поддерживают, так и аплодируют. Очень доброжелательная обстановка на ветеранских. И соперников я не знал, потому что эти ребята были в основном индейцы из Индии. Четыре человека. Ну, я их не знал, они не выступали там раньше на соревнованиях, на таких, на чемпионате мира, на всемирных, их не было. Ну, в общем-то, они такие очень средненькие в Италии. Ну, то есть, если вы по сухому остатку, то вы были явным лидером, потому что у вас за плечами уже несколько... Ну, да, я даже при, в общем-то, очень неудачной одной попытке, которая у меня получилась, я выиграл пять метров. А вы сорок пять, да, бросили? Да, сорок пять метров, да, семьдесят восемьдесят... Метнули? Да. А вы хотели больше? Ну, да, было бы хорошо, так я где-то думал, где-то пятьдесят метров метнуть, но не получилось. Не получилось там порядка причин. А ваш лучший результат, помните? Ну, в этом возрасте, я сейчас в другой категории уже, пятьдесят пять лет. Когда я был в категории пятьдесят лет, это было три года, ну, не три года назад, ну, вот это было три года назад, когда я выступал последний раз. Я метал пятьдесят пять метров на чемпионате мира, я был тогда третьим. Ну, а сейчас, ну, я, в принципе, на тренировке метал за пятьдесят, ну, вот, не получилось. Даже причем неоднократно. Это в пятьдесят пять лет? В пятьдесят пять, да, уже в другой категории, да. Ну, не, а что, пятьдесят метров, вот, для этой категории, это очень высокий результат. Вот, десятка лучших миров будет. Я не спорю. Вот, вот в Малаге был чемпионат мира, там 48 метров третий результат, то есть призы попал. То есть, ну, 48 я метал просто, я не знаю, на каждой тренировке и по несколько раз. Ну, не сложилось немножко там поездка, тяжелый был перелет, и далеко лететь не получилось. Состояние физическое? Да, 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 мне что-то там приключило немножко. Ну, так получилось, да. А вот вообще за всю свою жизнь, за всю свою спортивную карьеру, какой был лучший результат у вас? Ну, я метал 72 метра. Ну, все уже, когда, вот, на первенстве вузовца в Москве я выступал, я два раза выиграл чемпионат Москвы, и, в принципе, летний, и так. Ну, а первенство вузовцев, ну, тогда в свое, в наше время, переставелся очень серьезные соревнования были в Москве, потому что я их всегда выиграл, пока учился. Какой уровень сейчас у легкой атлетики и метания молота в России? Ну, такой, очень средний такой. Хотя есть там ребята сейчас, но он, Валера Пронкин, он в прошлом чемпионате мира был вторым, но он в этом году не выступал ни разу, что-то говорят, это разное. Ну, если его брать в расчет, что он будет метать, то мы относительно молодой парень, потому что все ребята сейчас, которые остались, которые еще выступают, у которых есть допуск персональный, они уже так, им нормально за 30, то есть они тоже на сходе уже. Ну, и, ну, как-то, да. А с чем связан этот спад, как вы считаете? Ну, спад, спад связан. У нас тогда метание молота было очень популярно, даже шутка такая была, что в России есть два вида спорта. Это хоккей и метание молота, потому что вот в мои времена, там, 80-е года, там первые три места на любых крупных соревнованиях, это были советские спортсмены. И школа такая была и в Белоруссии, и на Украине, знаменитая школа Бондарчука Анатолия Павловича. Вот он сейчас живет в Канаде, и тогда был, да, и конкуренция очень серьезная была у нас в стране. Вот это двигало все, люди были талантливые. До сих пор мировой рекорд не побит. 88-го года, ой, 86-го года. Юрий Седых в Штутгарте на чемпионате Европы 30-го августа 86-го года установил мировой рекорд. Сколько? 86 метров, 74 сантиметра. И он до сих пор не побит. Сколько уже прошло лет? 32 года. Да. Ну вот люди такие. Он, кстати, тоже во Франции живет. И жена у него рекордсменка мира. Он рекордсмен мира действующий по метанию молота. И жена подстать. И жена у него рекордсменка мира по толканию ядра. Ее рекорд тоже не побит. Сейчас вы еще и тренерской деятельностью занимаетесь. Можете ли сравнить спортивный уровень сегодняшнего поколения и вашего, ну, прошлого поколения? Нет. Того времени? Ну, конечно, сейчас гораздо все ниже уровень результатов. Намного ниже, чем в наше время было. Это с плохой физиологией или это еще с мозгами может быть связано? Да нет, это связано, наверное, скорее всего с какой-то мотивацией. Раньше спорт был, я так думаю, был неким социальным лифтом. Как-то какие-то поездки были еще там. Мы много очень ездили. Я за границу, конечно, не ездил. Там это только сборная была. А вот даже просто по Советскому Союзу были времена, когда... Ну, что ли, год? Да, какой-то год, что там больше десяти городов по всему Союзу, Прибалтику, Ездили, Нукраину, Белоруссию. В чем это как-то вот... Поощрялось, да? Да, да, да. Все это было интересно. Как-то это было, не знаю. Мне кажется, ну и мотивация какая-то другая должна все-таки быть, чем та наша прошлая. Тогда, да, да, тут тебе пару кроссовок. Ты, вроде бы, как это... Ну, сейчас уже, да. Сейчас этим уже как-то... Или форма каком-то, ульски, маечку. Ой, ты просто счастлив. Мне как-то дали кроссовки, помню. Да, я тогда выиграл зону России, там, на Россию визу. У, мне тогда дали кроссовки. Вот, я был счастлив. А сейчас, конечно, вот этим всем нынешних детей... Да, не привлекает. И как вы тогда, как тренер, ну, не боретесь, а пытаетесь... Ну, да, побороться с этим, чтобы ребята выступали лучше. Ну, это ничего не побороться. Надо как-то вот... Подход какой-то. Как-то вот мотивировалось детей. Как-то им, я не знаю, что им интересно было пытаться. Кроме того, что и есть спорт, есть еще другие вещи интересные. Как-то немножко чем-то этим заинтересовалось. Потому что просто было... Некоторые вещи с тобой было интересно общаться. И как-то тебя привлекал не только спорт. И какие-то другие вещи. Ну, и, наверное, ну, конечно, с этим нельзя бороться. С этим просто надо жить, понимать, что все несколько по-другому. Что они просто другие дети. С этим работаем просто и живем. Потом очень дети в школе загружены, конечно, безобразные. Сейчас сделали пятидневку. Я не знаю, как после семи уроков прийти здесь с чем-то заниматься. Спасибо, что они даже просто приходят после семи-восьмого уроков детства. Ну, в такой... У нас не было такого, что... Вот, в десятый класс мы учились десять лет. И у нас, ну, в десятом классе было там... Ну, в неделю там... Максимум четыре раза. Шесть уроков. Так, пять дней. Пять уроков и все. И мы спокойно сюда приходили к трем, там, четырем часам. И занимались до самой пока в школе участия. А сейчас, я не знаю, детям, конечно, сложно отношение. Ну, и выбор у них, конечно, больше. Раньше у нас спортивная школа была одна. И, в общем-то, наверное, в Клинзу не было таких детей, которые здесь ехали на один день, не пришли, не попробовали. А сейчас, конечно, выбор гораздо богаче. Потом, все-таки легкой атлетикой занимаются с достаточно взрослого возраста где-то. Ну, реально так где-то вот... Ну, из девяти лет. А так, осознанно, конечно, лет с двенадцати, знаю, с одиннадцати вот так. А многие привлекают гораздо раньше как-то детей. Ну, да, лет с пяти-шести уже футбол можно. Ну, да, да, гимнастика у нас и футбол тоже. Когда люди, еще и дети, они себя не чувствуют людьми. Они, годами к одиннадцати-двенадцати начинают себя ощущать. Вот этот осознанный какой-то момент, вот его надо в легкой атлетике поздно. Поэтому сейчас, да, и конкуренция между... Выбор двух детей гораздо выше, поэтому, да, еще и от этого. Понятно. Ну, и последние вопросы, таки более философские. Чем отличается курилки на спортсмен от курилки на тренера? Ну, так, в общем-то, лучше как-то подразделить. Сейчас вот по нынешней ситуации, вот когда я уже взрослый, так, уже такой немолодой человек, скажем так, ну, конечно, отличаюсь. Мы восприятием совсем по-другому. Тут я сам участвую в процессе. А тут я, как бы, должен наблюдать за этим процессом, его корректировать. Ну, хотя в тренировках тут-то, как бы, неразрывно. Но, тем не менее, конечно, действующие спортсмены и тренеры, это две разные, в общем-то, ипостаси. А что вам больше по душе? Ну, по душе, ну, это, нет, нельзя разъединить. Это единая, двоеденная такая вещь, и нельзя это разъединять. То есть вы любите тренировать? Да, и я получаю удовольствие и от работы, и от того, что я сам занимаюсь, действую. То есть получаешь удовольствие от этого. Так что, нет, я бы не стал это как-то подразделять, чем больше я учу. Ну, и последний вопрос. Назовите три главные черты успешного спортсмена, на ваш взгляд. Самое главное, конечно, целеустремленность должна быть у спортсмена. Спортсмен, во-первых, должен сам формулировать для себя многие вещи, сам лично не тренера формулирует, а он сам для себя решить должен, что для него... То есть как-то целеполагание он должен определять сам для себя, что он для него главное, что второстепенное. Вот этот вопрос. Потом, все-таки, спортсмен должен быть личностью, чтобы он был, в общем, развит не только в спорте, но и в каких-то других вещах. Так же, как вот неразрывно, там, допустим, если он занимается, там, как-то музыкой, пытается, там, художественное какое-то образование получает, там, допустим, живописи или еще что-то. Это тоже неотъемлемая часть разносторонности. Поэтому, вот, более разносторонние спортсмены, они все-таки, я считаю, личности большой буквы, они больше успеха достигают, чем просто человек, заряженный только на результат, как говорят, как машина, да, работаешь. Но это все-таки, это некая ущербность. Как спортсменов многие видят, что это просто, там, биороботы. Все-таки, в спорте больших результатов должны достигать все-таки личности. Ну и, конечно, определенная степень трудоспособности, потому что не всем дано, допустим, выполнять большой объем физической нагрузки. Тут некая предрасположенность тоже должна быть. Хотя, допустим, в том же метане молота, допустим, в принципе, бывает очень большой разброс между показателями тренировок, допустим, определенное количество бросков, там, тон штанги, поднять прыжков, там, в разы различаются. То есть, можно допиться достаточно высокого результата, допустим, за счет малых таких нагрузок, а можно за счет, там, больших нагрузок. Но в этом как раз и заключается тренерское, так сказать, искусство, чтобы добиться высокого результата небольшими затратами, а не так, чтобы ты из человека, там, выжил последний остаток, и все, на этом все кончилось. Чтобы, ну, нечего-то оставался, нормальную жизнь, на полноценную. Ну, вот так как-то. Да, здорово, по-моему. Спасибо большое.